Итак, ребята, всем алоха, с вами Екитай и сегодня мы с вами расчехляем вот такие смарт-часы Colmi P8+. Как вы догадались, это апгрейд предыдущей модели, а именно обычных Colmi P8. И надо сказать, что в своё время эти ребята неплохо так выстрелили и занимали первую строчку продаж на Алиэкспресс. То есть брали их практически все, кому не лень. Что туда нового засунули китайцы, основные отличия, об этом мы с вами, естественно, на сегодня поговорим. И, пожалуй, как обычно, начнём с характеристик. А конкретнее начнём с экрана, так как здесь он вырос обычных 1.4, которые были у P8 до 1.69 дюйм, разрешением 240 на 280. Технологии то ли IPS, то ли TFT. К сожалению, неоднозначную информацию здесь нам указывает продавец на странице товара, поэтому убедимся, как только эти часы раскроем. Аккумулятор здесь также потолстел 170 до 190 мА. Например, водонепроницаемость IP67, болтых от заводениях не посоветую, но в душе постоять у них получится, даже без какого-либо ущерба устройству. Поддержка систем от iOS 8.0 и Android 4.4+, больше памяти, улучшенный интерфейс, отслеживание сна, пульса и так далее. Всё это мы, естественно, посмотрим, потестируем. Купил я их за 1800 рублей, доставка 2 недели. В принципе, ничего удивительного. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Ну и что ж, пришло время их расчехлить, посмотреть, что же там внутри. Поехали. Коробка пришла чуть-чуть помятая. Это не очень похоже на Комми, потому что я много часов уже заказывал. И Комми P10, и Комми P9. В принципе, везде коробка и упаковка была на высшем уровне. Но здесь немножко прогадали. Немножко прогадали. А возможно, кто-то до меня уже пытался вскрыть. Хотя они были в полиэтилене. О чём это я? Итак, что у меня отсюда свалится? Уже предчувствую. Да, здесь у меня зарядка магнитная. Ну-ка, что она по длине у нас? Ё-моё, достаточно длинная. Думаю, сантиметров будет 30. Это, в принципе, удобно. Нужно сразу же проверить магниты. Потому что бывают такие магниты суют, что они вообще никак не держат. Да, вообще всё. Без проблем. Без проблем, без проблем. Вот, вставил. Отлично. Что у нас ещё внутри имеется? Давай-давай, что там? Что там такое застряло? Так, инструкция у нас русский язык не имеет. Хотя, в принципе, она очень много языков поддерживает. Они инструкция, а сами часы. Очень большой перечень языков есть на странице Алиэкспресса. Поэтому я даже там сбился со счёту. Итак, вот они часы. И сразу, сразу надо отметить, что экран здесь немного расширился. Причём расширился не в ширину, а в длину. И думаю, на моей руке будет это хорошо смотреться. Так как у меня, например, были Коми П9. Кстати говоря, ссылку я оставляю на обзор справа вверху. И эти часы были мне маленькими. Ремешок, кстати, здесь съёмный. Просто чпуньк. Здесь подцепляем, вытаскиваем и меняем на какой-нибудь другой цвет. Там есть бурюзовый, розовый и так далее. Можно, в принципе, ремешки подбирать по цвету одежды там и так далее. В общем, стайл, стайл. Снимаем этикетку. Итак, вот такой фронтальный вид у этих часов. Они что-то не включаются. Наверное, разряжены. Сейчас мне нужно опять будет прерваться их подзарядить. В принципе, очень странно, так как всегда часы приходят заряженными. Просто включаешь и всё, и уже можно в них гулять. Что прикольно могу сразу отметить, это то, что не сразу видно рамки. Это надо как-то повернуть к свету, и тогда их будет видно. Так они, в принципе, выглядят солидно. Так, ребята, первое, что бросается в глаза, это колёсико часов. Мы их крутим, и у нас меняется, в общем-то, картинка. Итак, нажимаем. И что у нас здесь? Вот у нас здесь огромнейшее меню. Ну, видно, что ничего не лагает. В принципе, всё идёт плавно. Это не может не радовать. Не знаю, давайте по порядку. Сверху у нас эта вибрация. Да, вибрация здесь, кстати, не раздражает. В принципе, так мягко. Мягко щекочет тело. Здесь у нас непонятно. Режим фонарика. В принципе, просто подсвечивает экран. Ничего нового. Опа-на. Быстрый режим затемнения. Типа, театральный мод. Здесь у нас настраивается яркость. Давайте выкрутим на максимум. Здесь погода. Это у нас будет доступно после синхронизации с устройством. Часы. Ага. Это у нас быстрый таймер. Вибрация включена. Ресет. Баут. Я думаю, имеет смысл сразу подключить телефон. И установить приложение. Так как нам сразу будет доступен русский язык. Сейчас я это и сделаю. Приложение буду устанавливать дофит. Именно вот сюда он меня привёл. Как выходят новые часы у Коми, так у них новое приложение. В принципе, интересно. Посмотрим, что будет внутри. Не будем загоняться по поводу моих данных. Сразу я делаю ОК. Так, разрешаем. 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 Приложение просит добавить устройство. Разумеется, мы его быстренько добавляем. Разрешаем Bluetooth. Вот отобразились наши часы. Жмякаем на них. И, судя по всему, должны они сейчас подключиться. Ну-ка, смотрим. Так, русификация ещё не подъехала. Время подъехало. Да, сегодня 25 мая 2021 года. Время быстренько подъехало. Сразу мне просят установить какое-то обновление. Ну что ж, давайте нажмём. А, у меня часы немного разрежены. Поэтому обновление может не установиться. Вот они, циферблаты. Наши можем выбрать какие-то варианты. Это варианты те, которые у нас уже были на телефоне. Но если побольше циферблатов, то вот. Вот оно. Вот оно. Много-много-много разных вариантов. Пожалуй, поставлю ананасик. Ананасик это чётко. Аккумулятор также разрешен. Но если чё, можно иметь в виду, что здесь куча-куча-куча циферблатов. Это прикольно. Можно несколько откастомизировать свои часы. Есть настройка уведомлений. Можем сразу телефон, сообщения читать. Конечно, здесь не получится отвечать на замки. Потому что это же просто смарт-часы. Можно просто здесь отклонить звонок. Читать сообщения. Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram. Витчат и какие-то другие приложения можно здесь, разумеется, настроить. Есть будильник. Управление камерой. Настройки формата времени системы мер. Язык браслета, кстати, русский. Русский, русский. Есть погода, градусы, Цельсии. Можно даже выбрать город. Но этого делать сейчас я не буду. Все физиологический цикл напоминания. Разное менструальное лечение. Подготовка беременности. Гендерное здоровье. Сейчас пока меня это мало интересует. Гендерное здоровье. Но здесь у нас на главной странице мы видим количество шагов. Можно выбрать цель, какую мы будем выполнять по шагам. Сон. Пульс. Постоянный мониторинг пульса. Кстати, сейчас у меня пульс 79 BPM. Так ли это? Где у нас? Вот. Чесос. Чесосы вибрируют, но что-то ничего не происходит. Почему-то. Давайте. Алло. Алло. Кек. Может как-то надавить надо, типа? Да, ребята, что-то какая-то странная. Петруха. В приложении пульс нам показывают. А именно сами часы. Что-то нет. Что-то нет. Очень странно. Очень странно. Хотя вот опять же 74 в среднем. Интересно. Интересно. Может быть еще как-нибудь? Вот. Вот. Начел, по-моему, какое-то значение. 91, 92. У меня здесь есть пульсоксиметр. Сейчас я на пальчик надену. И тоже какой-нибудь замер постараюсь сейчас продемонстрировать. Именно пульсексометр. Пульс по пальцу пошел. Я уже даже сейчас чувствую. Ну давай, шляпа, работай. 93 значение именно сейчас у меня по пульсу. Сравниваем. 83. Мо-мо-мо-мо-мо. Ладно, друзья. Не знаю, кто сейчас пользуется пульсом. Вообще нужно это кому не нужно. Особенно данные сна. Можно, кстати, отслеживать тут по дням свои данные сна. Но я не знаю, для чего это нужно. Может быть, вы напишите в комментариях и расскажите мне, кому это надо. У нас здесь есть спортивные режимы. Можно добавить различные скакалки, бадминтоны, футболы. Интересно, футбол, кстати, я до этого ни разу не видел в часах от Коми. Состояние погоды, камера. Здесь у нас будет управление камерой. Да, есть у нас плеер и все. И на этом как бы быстрые функции заканчиваются. Это все сейчас. Я свайпу вправо. Посмотрим, что у нас снизу. Снизу мы можем читать сообщения. Естественно, на них мы также не можем отвечать. Просто мы их читаем. Пресс крови. Что такое пресс крови? Давайте, замеряйте. Руссификация здесь тоже не самая читабельная, судя по всему. Здесь, наверное, имеется в виду кислород в крови или что-то такое. Да, вот он мне уже посчитал день. А там что-то было написано. Погоди-ка. Погоди-ка. А, нормальные диапазоны. Вот, у нас даже есть здесь подсказки, что там. По каким диапазонам, каким значениям, чтобы мы, значит, ориентировались и не заблудились. А, не, наверное, кислород все-таки здесь у нас. СПО2. Или не кислород. В общем, тоже непонятно. Хотя, да, в принципе, это значение кислородное. Ну, ладно, я не буду это считать. В принципе, тоже часам бы в этом плане я не доверял. Вздохнуть. Готов дышать. Что это такое? Готов я дышать? Я, в принципе, всегда готов дышать. Если я перестану дышать, то я не смогу делать обзоры. Истечение 1 из 8. 2 из 8. А, надо вдыхать. Еще раз. Сколько надо дышать? А, вот, 2 вдоха. Блин, я уже замучился. Для чего это все? Объясните мне, китайцы. Ладно, ладно, все. Там как-то 8 раз надо дышать и что-то будет хорошее, судя по всему. Идем дальше по меню. Уже которое слева видим здесь приложение. Так понятно, это скачать у нас. Сейчас шаги, есть будильник. Будильник, судя по всему, будет просто вибрировать. Да, можно здесь, кстати, их прямо отстроить. Так, друзья, посмотрим еще раз на приложение. Может быть, что-то я здесь упустил. Это у нас, опять же, главный экран. Шаги, шаги я еще не сделал. Но, вот я сейчас махаю рукой, и он как бы шаги не считает. Это, в принципе, прикольно, потому что в других часах просто ты рассказываешь какую-нибудь историю, например, человеку. Естественно, ты используешь руки, машешь-машешь ими постоянно. И часы благополучно тебе накручивают шаги. Циферблат, обновление ПО, это все понятно. Цель можно отстроить. Можно, кстати, здесь подкрутить Google Fit. И тогда у вас там будут синхронизироваться данные. В общем, ребзя, такие у нас получаются часы. На мой взгляд, очень прикольные. Ребята из Хоми над ними постарались. А они и выглядят помассивнее. Вот, 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 вот так они выглядят. Кстати, эта штука у нас работает. Да, все вообще по красоте. Можно было бы, конечно, сюда побольше циферблатов поставить. И тогда, ну, вообще кайф. Получается, кнопка, которая у нас здесь добавлена, она чисто за картинку на фоне отвечает. Ну, что сказать. Нормальные часы, 1800 рублей. Софт не тормозит. Все, здесь какие-то прикольные принты. Приложения есть. Кастомизации различные есть. Ремешок удобный. Выглядит стильно. Так что, ребята, пишите, что думаете насчет этих часов. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал.